Всем доброго времени, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Дмастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы продолжаем играть в игрушку от Терасера Эпик Майн. Вы набрали 10 тысяч лайков под прошлым видосом, и я понял, что вам она понравилась. Я решил задонатить 3000 кристаллов. Это стоило мне, как вы догадываетесь, уже 1490 рублей, ну полторы тысячи, грубо говоря. Также 104 кристалличика у меня уже было. Вот, и я сейчас думаю, что бы себе купить. Во-первых, я хочу купить сундук величия, посмотреть, что у меня есть в нем. Я хотел на серию это все сделать, я сказал, что 10 тысяч лайков набираем. Я задоначиваю рукоять штучки, которые здесь интересные есть. Давайте купим, во-первых, сундук величия. Мне интересно, что можно достать в нем. Одну легендарную рукоять, 100% шансов на легендарную рукоять. Ну, думаю, это того стоит. Так. Купил этот сундучок. Где он у меня должен быть? Сундук можно найти, как поиск шахту. Где он у меня появился? Наверное, в рюкзаке где-нибудь, да? Вот, сундук величия. Открыть. Нажмите, чтобы открыть, и мы нашли какую-то легендарную рукоять. Рукоять сферепости. Ну, нифига себе, но стоит забрать награду. Мы можем ее даже продать, если мы захотим. То есть, в принципе, 200-500 волны стоит. Но мы этого, конечно же, делать не будем. Так, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? В мастерском я все переплавил. Давайте все соберем пока что. Я бы опоролил бы кумбутерудум. Либо купил бы себе деньги и прокачал бы своего чара. Задание... О, мне появились новые задания, кстати, так. Богатырская сила. Повысить силу на 9 следователь. Открыть новую шахту. Поиск сокровищ. Добыть 10 железной руды. Добудем, все добудем, все сделаем. Так, я бы еще хотел знать, я сейчас заданачусь. Ну, если закуплю, то на такие штуки. То есть, как бы, хотелось бы, наверное, алмазную кирку купить за 350. Урон Х2. Редкость обычный. Тип ученик. Бонус монетов. Еще 5% дает. Давайте купим. Купили новую кирочку. Золото. Ну, золото пока не будем брать. Мы ее возьмем попозже, чтобы, ну, не сильно не проскочаться. Так, зелье урона 3 штуки. Что она дает? Увеличивает весь урон на 20% на 5 минут. Интересно. Увеличивает жизни на 1 на 5 минут. И увеличивает энергию на 1 на 5 минут. Пока это меня не сильно интересует. Динамит. Что такое динамит? А, то есть мы можем купить за 99 гристаллов 100 динамит и использовать их. Предположим, в каких-то шахтах, где, ну, где мне лень самому вкрапывать. Либо где у меня мало жизни осталось. Я не хочу смотреть рекламу, я решил там быстренько пройти. Так, давайте пойдем в новую шахту. Я, как видите, уже на третьем ярусе потихонечку уже дошел до сюда. Как интересно пользоваться динамитом? А, вон он у меня снизу слева появился. Сейчас, кстати, ну, сейчас, наверное, нет смысла им пользоваться. Видите, я здесь достаточно быстро все раскидываю. С этим можем что-то прокачать. Точность можем прокачать. Прокачали точность. Отлично. У нас тут сундук. Отправим его в деревню. А, блин, я, кстати, новую кирку уже не взял. Я сейчас и старой киркой до сих пор тусю. Ладно, давайте сейчас быстренько динамитом все пройдем. Тупо на этих... На читычах. Так, тупо динамитом. Бам! Нет, на самом деле, с динамитом забавно. Типа, вообще ничего не делаешь. Ты бы взрываешь. Хотя, смотрите, здесь уже 10 ударов надо было, чтобы сломать эту стену. А здесь нужно будет 11, да? Не, я просто забыл кирочку поставить новую. Поэтому хотелось бы, конечно... Ну, знаете, на самом деле, прокликивать это все нужно тренироваться. Тренироваться, прокликивать. Чтобы научиться все правильно попадать. Мне кажется, мне просто с реакцией фигня. Потому что чуваки писали, что у них все хорошо работает. Хотя они играют с телефонов. Возможно, с телефонов намного проще. Я не знаю. Вот, потому что, типа, я вот говорил в прошлом видосе, что, типа, это... Возможно, так игра сделана. Но нет, нет, нет. Я думаю, что все-таки это паранойя. Знаете, паранойя. Так, следующая шахта нет. Мы сначала должны взять новую кирку. Зачем я надел новую кирку, если я ее не беру, правильно? Так, это палки. Это не то. Где? В кузнице, наверное. В кузнице. Ученик выбрать. Эту кирку пока скрафтить не можем. Так, а где у нас эта легендарная рука? Вот. Нифига себе. Кварц. Платиновый слиток и слиток стали. Нужно вот столько всего, чтобы эту кирку скрафтить. Урона 4. Материал мастер. Шанс получить сапфир 10%. Офигеть, крутая кирка. Но это на мастере. Можно еще какие-то легендарные выбить. Но это прямо с вами что-то крутое. Ну, прикольно, что у меня такая рукоятка получилась. Но главное, конечно, доиграть до того момента, когда мне это понадобится. Так, окей, погнали дальше в шахту. С новой киркой сейчас, думаю, будем быстрее гораздо проходить. Даже не придется ничего взрывать. Фух, погнали. Только вот. О, новая кирка, алмазы. Смотрите, офигеть, как она круто смотрится. Достаточно быстро. Задание выполнено. Будни шахтера. Отлично. Еще какие-то задания поуполнял, кстати. Так, все. 5 хитов. Быстро достаточно ломаю все. С этой кирочкой. У меня, кстати, уже 10 энергии. Я, на самом деле, ее даже не трачу. Надо бы забиндить фаербол на какой-нибудь пробел. И на пробел нажимать. Потому что здесь можно биндить. Это же, типа, эмулятор. Здесь можно всякие клавиатурные кнопочки биндить на экране. Которые будут что-то активировать. Поэтому, почему бы не сделать такую тему. Я думаю, мне даже будет удобнее играть. Ну, там плюс. Жаль, конечно, что мой планшет на андроиде сломался. Интересно, на какой экспириенс от игры получаешь, играя на именно самом андроиде, своем мобильном устройстве. Мне кажется, немного другие ощущения от игры. Потому что я все-таки играю как будто бы в компьютерную игру. Потому что, ну, я же на компе, мышь, как кликаю. А именно самым пальцем прожимать это все. Ну, мне кажется, достаточно. Намного интереснее, короче. Напишите в комментариях, как вы считаете, чуваки. Вот. Ну и 10 тысяч лайков, да, как я сказал, до следующей серии. Как видите, до сих пор болею. Сегодня с утра из этого бомж не вышел. Но это гораздо проще, чем бомж записывается. Поэтому эту серию записал. Сейчас, может, пойду бомжа запишу. Ну, потому что, ну, почему нет? Почему не записать сейчас бомжа? Ну, с такой киркой вообще можно сейчас без проблем пулу проходить дальше. Смотрите, а то вообще в очень нидичек разбиваю все эти стены. Даже не парюсь. Оп, оп, оп. Оп, оп. Ну, конечно, когда быстро нажимаешь, промахиваешься все же. Но по-другому никак. У меня была фул энергия. Я потратил, чтобы две стенки снести. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп. Два раза промазал. Нормально, нормально, нормально. Так, хорошо. Хорошо. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Блин, да прям промазываю. Надо как-то еще быстрее научиться прокликивать. Я не знаю. У меня такое чувство, что... О, тогда я открою сейчас этот сундук. 12 ключей для этого уровня. Бам-бам. Взрываем. Да боже. Да боже, не выпадаю. О, хорошо попал. Одна жизнь. А, ладно, продолжим. Посмотрим рекламу. Хорошо, что у меня Лина сделала чай с медом. Лимон, к сожалению, закончился. Думаю, в магазин нужно будет сходить за лимоном. Лимоном. И так далее. Поэтому, возможно, на ролике вам покажется, что я практически не болею, но... Знаете, ребята, это не так. Сундуки начали очень часто падать. Не знаю, хорошо это и плохо. Ого, что за стена какая-то новая. На изи ее сломал. Какие-то новые стены пошли. Кстати, шахта изменилась. Смотрите-ка. Я думал, здесь однотипная шахта. Все, буду... Короче, молодцы, ребята. На самом деле, действительно, видно, что проработали игру. Но, пока что, конечно, недостаточно. Терсер сказал, делали 7 месяцев. Ну, откровенно говоря, я не вижу, что здесь делали на 7 месяцев. Но я не разбираюсь в разработке мобильных игр. Но игра выглядит достаточно простой. Возможно, конечно, из-за того, что это был первый опыт у них в создании игр. Поэтому они как бы и делали ее так долго. Мне кажется, такую игру можно было сделать гораздо быстрее. Ну, а что мне рассуждать диванному аналитику? Вот если бы я был, не знаю, в каком-нибудь компании. У меня была компания по созданию игр. Я бы мог бы это нормально рассуждать. Но у меня нет такой компании. Поэтому мое мнение здесь можете даже не слушать. Потому что я не знаю, сколько делаются в реале мобильные игры. Потому что у меня в этом мало опыта, скажем так. Вот когда-нибудь, может, тоже захочу сделать свою игру. Накоплю много денег. Может даже... Извините, пожалуйста. Загашляет, конечно же. Может быть, даже обращусь к Терсеру, чтобы он сделал мне как раз таки игру. Потому что, ну, мне нравится, как они сделали эту игру. Это очень круто. Потому что у меня есть много разных идей для игр. Которые могли бы быть интересными. Да и хотелось бы не только ограничиться Майнкрафтом, да, знаете, серверами и так далее. Но и какими-то интересными штуками тоже в других сферах. Потому что, ну, это все достаточно интересно для меня лично. Не знаю, как вам, но... Мобильные игры, это реально крутая тема. Да и вроде, как я слышал, делаются они несложно. Ну, и со 7 месяцев, это, конечно, достаточно долго. Возможно, меня обманули, что несложно. Те люди, с которыми я разговаривал до этого. Ну, или, может, просто у них опыта просто в этом больше и все. Он ТРСР красавчик, ТРСР красавчик, реально. Вот, игрушка мне нравится. Вот, я сижу в ней, вот, играю, вот. Я без записи поиграл где-то минут 30 еще. Пока мне плохо не стало, я не пошел лежать, да. Вот, ну, после вчерашней серии. Я так, знаете, тупо на расслабоне сидел. Я даже не заметил, как 30 минут прошло. Я люблю всякие кликеры, знаете, вот. Всякие вот такие игры, где нужно кликать. Прожимать. Не знаю, мне такое вообще нравится, типа. Тупо ночью сидишь, так кликаешь, 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 проходишь. О, погодите. Ага, я могу сделать так. Не зря же я на динамит донатил. Так, чайочку. Ну и все, нужно переходить уже на следующий ярус. Открыть новый ярус, погнали. Так, так, новый ярус, что же он нам даст? Новые ресурсы будут нападать, а ты молодец. Оцени, у нас 5 звезд. Оценить, мне нравится. Открыть с помощью Play Market. Давайте только сейчас. Оценим игру. Напишем. Игра топ. Опубликовать. Все, игра топ. От меня отзыв есть. Возвращаемся обратно в игру. Отлично. Новая шахта, древний храм. Что же в ней можно найти? Новые ресурсы будут падать или нет? Каждое попадание увеличивает урон на 5%. Эффект сумминируется до 20 раз. Время действия 10 секунд. Интересно, девки пляшут. То есть, грубо говоря, надо на последний, мне кажется, использовать. Сейчас поначалу они достаточно будут простые стеночки-то. То есть, нет смысла заморозку использовать. Мне кажется, нужно дальше пройти к более таким плотным стенкам. И там уже ее юзать. А если сразу же две заюзать, мне интересно, будет стакиться эффект двух заморозок сразу же. Это интересно. То есть, как бы ты ее юзаешь, начинаешь резко вот так вот все разбивать. И, соответственно, раз разбиваешь, то все отлично. То есть, у тебя умножается эффект, там усиляется все. Ну, пока что 486 жизней, это очень мало. Поэтому ломаем так все. Уже 530, уже интереснее пошло. Так, ну все равно маловато. Видите, в принципе, урон сам по себе растек, когда ты попадаешь подряд. Ну, а так он будет расти плюс 5%, то есть, грубо говоря, за 10 попаданий. Можно будет нормально так увеличить. Давайте на последней стенке что-нибудь славим. Вот, не на этой, на следующей. Как раз уже 800 жизней. Ну, на следующей стенке можно проверить, как это работает. Сейчас заморозочку юзаем. Сейчас, ну, промахивался столько раз. Не знаю, насчет увеличения урона я так и не понял. Возможно, я просто не понял, как работает заморозка. Следующая шахта. Нет, давайте вернемся, у меня очень много ресурсов накапало новеньких. Давайте-ка мы сейчас их переплавим. Я бы, на самом деле, записал бы эту игру побольше. Знаете, где-нибудь, ну, где-то 30 минут бы записывал. Но, сами понимаете, болею, горло болит. Я бы сейчас оставлю все эти ресурсы переплавляться. А сам тем временем... Ох, нифига себе, 10 излитков бронз. Давайте скрафтим. Сам тем временем пойду отдохну. Потому что, сами понимаете... Болею, нужно отдыхать больше. К сожалению, все штучек, знаете, я не показал. Поэтому 10 тысяч лайков. Посмотрим другие вещи, которые... Ну, кстати, сундук, он клубно, что здесь можно... Две редкие рукояти, 100% на 10% шанс на регулярные рукояти. Здесь что? Две обычных рукояти, 10% шанс на редкую рукоять. Понятно. Интересно, здесь зельки стакаются. Здесь зельки стакаются. Можно, в принципе, зелье урона выпить на несколько штук подряд сразу же. И будет, в принципе, топч. Надо будет тоже проверить в следующий раз. Ну, в принципе, это все, дорогие друзья. С вами был Ядамастер. Давайте заберем такие задания. Повести силу на один уровень. Ха, сейчас мы, кстати, повысим силу на один уровень. Я даже знаю, как это сделать. Открываем шоп. Покупаем вот такую вот кучу золота. Заходим в прокачку. Так, прокачали. И это задание тоже заберем. Забираем все. Все задания прокачивали. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, все. С вами был Ядамастер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok